Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала, Дмитрий Микрофон, и мы продолжаем проходить Театр Войны 2 Африка, а именно кампанию за Третий Рейх. Сейчас у нас миссия по дороге на Талу. Давайте посмотрим, что у нас есть, какие войска. У нас 4 отряда пехоты, 1 из них имеет гранатомет, вот этот солдат, вот этот стрелок. Меткость у него 64, в принципе, очень хорошо. 90 пробития базуки, 90 мм. Дальше все у нас, обычная пехота, панцер-гренадеры. Так, здесь у нас панцер-третий, панцер-3 Афс-Джей, еще один панцер-третий, и еще один панцер-третий. Четыре панцер-третих Афс-Джей, и два панцер-четвертых Афс-Ф1, вот так он называется, и один БМВ. Так, генерал-фельдмаршал Ирвин Роммель. Майор, ваша задача прорвать оборону противника в районе города Талла. Майор Эрих Герхард. Провести... нам дают задание. Провести разведку с целью обнаружения позиции противника. Скорректируйте удар штурмовой авиации. Начинаем бой. Так... У нас штурмовики. Давайте примерно хотя бы посмотрим здесь вражеские позиции, но мы их тут не увидим. Я думаю, скорее всего, здесь могут быть. Мы можем, конечно, воспользоваться вот так. Это не та карта, где мы сверху оборонялись. Вот. Давайте мы штурмовики сюда бросим. Так, уже более-менее понятно, где враги находятся. Это более понятно. Ну, в принципе, штурмовики я бы вызвал даже сюда. Они бы там примерно бы вышли в бой. Так. Вышли в бой, они нашли бы свои цели, бы полетали. Так, сразу нам по нашим самолетам уже ведут огонь. Давайте сразу подкинем наших солдат. Так. Не знаю, стоит ли их сюда бросать. Так. Наши штуки отправляются в бой. Мы пока не видим врага, но думаю, сейчас мы его встретим. Так, где-то сбоку появляются вражеские танки. Давайте сейчас мы им поедем навстречу. Обнаруженные британские танки. Получим приказ принять бой и уничтожить их. Так. Попадание. У нас очень точные орудия, потому что враги, войска наши очень обученные. Давайте посмотрим на примерный. Точно 77, 56, 100. Там даже если какой-то один из танков не попадет, вот этот со ста процентами, там очень маленький шанс, что он промокнется. Но он настолько мизерный. Так. Так, выезжаем. Попадание по Валентайну было. Но сейчас Валентайна-то выезжают прямо на нашем танке. Но они, кстати, тоже нас поразить могут с такой дистанции. Так, один у нас человек убит пока что. Йоханнес. Давайте в приседе идите. Просто расстреляли Валентайна и не пробили. Не пробили его Панцер Третий, впритык даже. Все, уничтожили его. Сейчас они дальше идут гору штурмовать. С этой стороны нужно, я думаю, работать сейчас по артиллерии противника. Можно было даже оставлять тогда просто наши танки. Так, стоять, что ты делаешь? Так, сейчас мы их порасстреливаем. Уничтожили мы пушку. Мобильная танковая группа противника уничтожена. Дальше мы ее просто добиваем. С этой стороны. Там какие-то странные вот эти осколочные фгасные по нам. Метают снаряды артиллерия. Так, стоять. Это даже не артиллерия. Это Six Pounder и Titan Gun. Так, есть. Давайте вот здесь мы тоже подвезем наши танки. А Панцер Четвертый будут идти с этой стороны. Вначале будут расчищать дорогу. А потом мы еще бросим кроме этого артиллерия. Я обновлю филе. Так, противник расположил свою оборону за городом Талла на высотах. По данным разведки, войска англичан обладают достаточное количество противотанковых средств. Уничтожьте оборону противника на высотах. А на каких высотах? Они даже на низинах поставили. А вот. Они даже на низинах поставили свои орудия. А мы все равно их не видим. Так. Он отсюда стреляет. Можно, конечно, его вывести. Давайте попытаемся сейчас его уничтожить. Да, все. Отлично. Так, еще вражеские танки едут. Мы... Мы потеряли все свои танки здесь. Так что нужно... Да мы их даже здесь не имели. Я все перенаправил. Я не думал, что враги пойдут все-таки по горам. А вот в прошлый раз, видите, я здесь вылазку сделал. А не подумал. Не подумал. Давайте сейчас сзади им зайдем. Так. Тут у нас есть, конечно, гранатометчик. Сейчас посмотрим, смогут ли штуки уничтожить своими противотанками. Даже не противотанками, а обычными бомбами. Смогут ли они уничтожить танки. Мы, в принципе, никого не потеряли. Но наши солдаты... Вот одного мы потеряли. Так. Но наши солдаты в большинстве они отступают. Просто-напросто. Так. Идем вперед. Видимо, у них тут много противотанковых... Видно, у них тут много противотанковых орудий стоит. У нас еще будет одна возможность вызвать штуки. Бам! Господи. Сразу один танк «Валентайн» и одна бронемашина был уничтожен. Так, стоять. Попадание по ПТО. И сразу был уничтожен. Хорошая очень точность. Сто процентов наводка. Как я и говорил, со стопроцентным наводчиком можно ни о чем не бояться. Ни о чем переживать. Попадание по ПТО. Попадание по ПТО. Так. Опять прилетели наши штуки. Дальше продолжают громить противника. Делают налеты. Один с другим. Но только пока что мимо. Мимо бьют. Какие были перестрелки. Мобильная танковая группа противника уничтожена. Еще одну мы уничтожили противотанковую группу противника мобилю. Пока мне везет, что враг не может тупо по мне попасть. Вот это такое редко очень бывает. Что он действительно... Мои танки он не может как-то уничтожить. Хотя, как обычно, я теряю огромное количество танков. И это, по-моему, нормально. Так. Вот хорошо, если бы сейчас еще штуки делали бы налет на вражскую пехоту. Так, с этой стороны. Вражские пушки мы легко уничтожаем. Но вы уже понимаете, почему. Как я говорил. Точность, точность и еще раз точность. 52 точность, 80 точность. Но кроме этого, точность пушки 2,75. Это не так. Например, вот того же... У того же панцера третьего. У него почти 4. Разброс. Еще раз можем штурмовики даже призвать. Но я пока не буду, потому что я не вижу пока вражеских пТО. Нет такой тяжелой местности. Где мы не сможем уничтожить вражеские пТО. Ну или артиллерию. Артиллерию мы пока не видим. Если мы где-то увидим артиллерию... Вот помните, как сюда по двери мы были тогда артиллерию. Вот если она там будет находиться, я вот как раз вызову... Наши штуки. Так, стоять. Мы тут много людей потеряли. Так, а я не понял, что это... Что это за неуважение к ветеранам? Давайте. Прямой наводкой. Бейте прямой наводкой. Тут солдат... Не нужно терять. Сразу здесь... Солдат уводим. Если... Не нужно смотреть за вражескими танками. Если будут вражеские танки, нужно сразу переключать осколочно-фугасные. Переходы к норме и не снаряды. Бронебойные. Подкалибрные. Сразу берем вот эти осколочно-фугасные. И здесь тоже осколочно-фугасные снаряды. Объезжаем. И прям будем долбить по противнику. Там какие-то единичные отряды врага остались. Эдиничные там солдаты стоят наверху. Сейчас мы тут выйдем по нормальному углу, чтобы уничтожать противника осколочно-фугасными снарядами. Девять, давай, 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 давай. Все. Перезаряжать, потому что-то фугасный снаряд. Он что, не видит противника? Что-то непрямо. Это очень сильно наши криво бьют. Слишком косы. Так, давайте сразу два танка сюда. Пойдем два танка сюда, подведем. Не будем пока обстреливать противника. Так, сразу осколочно-фугасные снаряды. Под хорошим углом. Срочетливый трой. Ф-1. Отлично, справляется с живой силой противника. С этими, крючками, всякими. Да и прочего будут. Ну просто посмотреть. Без каких-то шансов уничтожать противника. Ну, панциры-3. Само собой, это осколочное воздействие не такое. Так, 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 давайте тут. Выстрел. Тут уже более склон такой, знаете, крутой. Ну, обстреливаем пока противника. Давайте пытаемся выйти вперед. Тут тоже бэмбо, а. Выставляем вперед. Конечно, жалко, если больше не нужно будет воевать, потому что, ну, не использую я штуки. То есть, если это будут тоже последние солдаты, которые остались. Кто-то здесь. Давайте пытаемся бить прямой наводкой по этому пулемету, который он вроде всех я расстрелял. Есть. Как раз он был к самым проблемным. Оборона противника уничтожена. Давайте уберем на всякий случай мы осколочно-фугасные снаряды. И да, сражение выиграно. Спокойно мы выиграли в сражении, победили. Продолжить. Победа. Два броневика уничтожено. Вражеских 5 машин. Две зенитки и 65 пехоты. Мы потеряли 21 пехотинца. Это было практически все из-за вот этого пулемета, который засеял на горе. Так, вот этот танк уничтожил два вражеских танка, 7 пехоты. Вот этот уничтожил одну ПТО и 22 пехотинца. Новых они там, новых награждений они особо не имеют. Это были какие-то передовые отряды, которые раньше не участвовали в бою. Вроде может как подкрепление. Панцер 4 АУС-1, F1, уничтожил ПТО и 11 пехоты. Вот этот, Панцер 3, два танка, три ПТО и 11 пехоты. Ну и конечно же, BMW. Мотоцикл потерял одного солдата и уничтожил одного солдата. Всем спасибо, ребята, за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Дмитрий. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok